Роск эфира, все, эфир пошел. И, значит, хорошо видно, хорошо слышно. Да, дорогие друзья, все. Значит. Итак, глава ЦАФ. Глава ЦАФ, прикажи. В этой главе говорится о коинах, о священниках, о жертвоприношениях. Казалось бы, к нам это не имеет прямого отношения, но мы увидели, что да, имеет, что мы даже из такой главы можем выучить для себя очень много полезных уроков, которые можем использовать каждый день в своей жизни. Например, благодарственные жертвы. Мы должны благодарить Всевышнего и рассказывать о тех чудесах, которые Он для нас делает. Например, грехоочистительная жертва, которую надо делать, и надо понимать, что стремление к власти, к деньгам, оно влечет за собой практически обязательные ошибки и какие-то неосознанные нарушения. Это то, что мы выучили из предыдущих уроков. Мы выучили также, что в любом действии, а особенно в жертвоприношениях, должна быть намерение чистое во имя небес. И если это не служение в храме, то мы выучили, что в обычном деле должно быть, когда койну отдавали грудину животного, грудную часть и бедро, что должно быть грудь олицетворяет намерение, должно быть намерение служить Всевышнему. То есть всегда должно быть чистое намерение служить Всевышнему. И второе, бедро олицетворяет силу, олицетворяет силу такую, устойчивость. Должна быть, значит, сила, которая тоже вкладывается во Всевышнего. И все это можно сделать через Маасер, Когда ты десятую часть своих денег, времени, сил посвящаешь прям служению Богу, то отлично, у тебя уже есть полностью связь со Всевышним. Шалом, Яков. Сегодня мы поговорим о жертве Ола. Мы ее вначале пропустили, вот написано здесь так. Прикажи Арону и его сыновьям, говоря, зо ту рату ла, это учение о Оле, о жертве всесожжения. Это учение о жертве всесожжения, которое сжигается на жертвеннике всю ночь, значит, до утра, и в Эш Амисбеах Тукат Бо. И огонь жертвенника будет гореть в ней. Огонь жертвенника будет гореть в ней. И вот я слушал сегодня целый урок по поводу этого Эш Амисбеах Тукат Бо. Эш Амисбеах Тукат Бо, значит, и вот еще есть отрывок пятый в главе. В Эш Амисбеах Тукат Бо. Лотих Бе Убер Алея. Значит, огонь жертвенника будет гореть в ней, в этой жертве, и она не потухнет, и сгорит она, значит, целый урок. Значит, жертва Ола, чем она отличается от всех остальных жертвоприношений? Ола – это жертва всесожжения, она полностью сгорает. Теперь, она полностью, когда сгорает, на что это похоже? Значит, у человека есть три главных двигателя, которые двигают его по жизни. То есть, есть у человека три составляющих, у каждого из нас, от которых зависит все в нашей жизни. Значит, первая составляющая – это мысль. Мысль – это то, что внутри человек думает, размышляет, у него такой постоянно идет внутренний диалог. Что делать, как я делаю? Человек себя оценивает, других оценивает, выборы какие-то делает. Он может, например, стоять, улыбаться, а в мыслях он может, например, очень быть несогласен. Да, вот он в мыслях прям думает какие-то вещи несогласные. Есть известная такая история, как в советское время двое встречаются. Один другому говорит, ты знаешь, я против коммунистического строя, прям конкретно. Тот говорит, ладно, что ты против? Знаю я тебя, ты он партийный. Какой ты против? Он говорит, я тебе говорю, я против кардинально. Я даже ездил к Мавзолею на Красную площадь и протестовал. Он говорит, а как ты протестовал? Он говорит, я туда приехал и стою, значит, и кричу лозунги против советской власти, против Ленина. Он говорит, а как тебя не арестовали? Он говорит, так я про себя кричал, я в голове кричал, значит. Он говорит, ну понятно, так протестовать можно. А тот говорит, да я еще и физически протестовал. Тот говорит, а как ты физически протестовал? Он говорит, я даже вот пописал на этот мавзолей. Тот говорит, а как тебя не арестовали? Он говорит, а я штаны не снимал. Вот, так, это анекдот такой. Но мысль человека, она внутри его. И возникает большой вопрос у мудрецов. Мысль, если человек, например, делает какое-то действие, он делает какое-то действие, выполняет заповедь, а в мыслях он против или он не знает, что это заповедь. Считается это или не считается? Целое есть исследование в Талмуде, слова, которые человек произносит в сердце своем, внутри головы. Они считаются словами или не считаются? И, по-моему, на выходе дворим шебелев эна дворим слова в сердце, они не считаются словами. Такой делает Талмуд вывод, что они не считаются словами. Если человек, например, молится, то он должен произносить молитву хотя бы шепотом. Должно быть какое-то действие, какое-то должно быть выражение этих слов, которые он думает в сердце. Поэтому, если вы читаете молитву, но ничего не произносите, то есть мнение, что это не очень сильно влияет на вас. Точно так же с аффирмациями и так далее. Значит, слова, которые человек произносит в сердце, это его мысли. Но на человека это влияет, безусловно, это влияет. Человек находится там, говорят мудрецы, где находятся его мысли. То есть человек может находиться в тюрьме, как был Виктор Франкл в концлагере, но своими мыслями он был на свободе. Он говорит, мою свободу у меня никто не может отнять, потому что мои мысли, мои мысли. И человек находится там, где находятся его мысли. Это тоже говорят мудрецы. И Рабин Ахман, он нам советует, так последи за тем, чтобы твои мысли были там, где ты хочешь быть. То есть человек может быть в середине веселья, но мыслями где-то в каком-то там плохом месте. И он не здесь, он там. Человек может быть в плохом месте, но мыслями он находится в молитве, и он со Всевышним. Человек находится там, где находятся его мысли. Теперь дальше. Вторая, второй уровень в человеке, это уровень его слов. Как говорил царь Соломон, жизнь и смерть на кончите языка. То есть человек может словами, он говорит женщине, этим ты посвящаешься мне. Оп, она его жена стала. То есть если он так не сказал, он не мой, например. Непонятно, что? Вообще непонятно. То есть если человек не может сказать и не говорит, то его жизнь совсем меняется. Все по-другому. Теперь, значит, есть уровень мысли, есть уровень слова, есть уровень действия. Вот три уровня, на которых живет человек. И от этих трех уровней зависит в его жизни абсолютно все. Теперь вот этот вот отрывок, жертва Ола, жертва Всесожжения, она, напротив, как бы, она связана с мыслями. То есть как мысли человека, они нематериальны, но они влияют. Также жертва Всесожжения, она полностью сгорает, да, полностью она сжигается. И я слушал сегодня урок, что тот, кто читает этот отрывок, в Эшамисбеах Тукат Бо, Лотих Бе, значит, огонь жертвенька горит в ней и не тушится, не тухнет. Вот этот отрывок, если читать, он очищает мысли. То есть как жертва приношения Ола, жертва Всесожжения, очищала духовный уровень человека. Также сейчас, когда ты читаешь этот отрывок, что огонь жертвенника горит в ней, в этой жертве Всесожжения, это очищает мысли. Теперь урок был на тему такую, что если человек в мыслях согрешил, он согрешил или нет? Я слышал, что только идолопоклонство является грехом, за который есть наказание, даже в мыслях. И в 10 заповедях, если вы помните 10 заповедей, я надеюсь, что все помнят 10 заповедей. Какая 10 заповедь была, кто помнит? Аль Тахмот, не возжелай Эшитрея, жену ближнего твоего, не возжелай все, что для ближнего твоего. Там есть еще перечисление, аль Тахмот, не возжелай. То есть, есть нам заповедь не хотеть, не хотеть то, что принадлежит другому. Но теперь вопрос, опять же, если человек хочет, и он за это Всевышний, нарушает ли он эту заповедь? Насколько я помню, не нарушает, если он просто хочет. Только если он начинает домогаться то, что есть у ближнего, да, только тогда он нарушает эту заповедь запрещающую, которая была на скрижалях. Но идет же как? Вначале человек думает, потом он говорит, а потом он делает. Поэтому очень важно следить за своими мыслями и направлять их туда, где свет. Что это значит? Здесь очень интересно, вот в этом уроке, Раф Замир Коин, я слушал сегодня урок, Раф Замир Коин, и он говорит такую вещь, что мозг человека, да, его мысль, она не может одновременно думать две вещи. То есть ты не можешь одновременно думать, например, значит, именно думать, вдумываться ты не можешь одновременно в недельную главу и одновременно думать о чем-то другом. То есть тебе нужно переключиться или то, или то. Ум, он или так, или так. Он не может одновременно думать о двух вещах. Поэтому, когда человеком овладевают плохие мысли, что он должен сделать? Он должен отвлечься. В притчах царя Соломона в Мишле есть такой отрывок, что если даага, даага, если беспокойство пришло на человека, ясхена, и хорошая вещь, и самхена, а хорошая вещь, она его обрадует. Так звучит этот отрывок. Даага были, иш, ясхена, значит, волнение в сердце человека, беспокойство в сердце человека уберет его, а хорошая вещь его будет радовать. Вот здесь царь Соломон нам дал конкретный рецепт. Если у тебя есть беспокойство о будущем, это значит, что ты думаешь те мысли, которые вызывают у тебя беспокойство. И ты беспокоишься. Теперь, если ты поймал себя на том, что ты беспокоишься, а тебе нужно беспокоиться вообще? Кому нужно беспокоиться? Беспокоиться нужно, царь Соломон нам сказал один очень важный совет, что ашры агевер, сейчас, ашры аиш мифахет тамид. Счастлив человек, который боится всегда, сказал царь Соломон нам тоже. Значит, получается, хорошо бояться. А зачем же он нам говорит, пришло тебе беспокойство в твое сердце, убери ее, а хорошая вещь тебя обрадует. И тут же он говорит, счастлив человек, а мифахет тамид, который боящийся всегда. Непонятно? Значит, чтобы в этом разобраться, нужно понимать нюансы иврита. Мифахет и похет это одно и то же слово, в принципе. Похет это боится, мифахет это пугает. То есть, получается, что счастлив человек, который пугает себя всегда, это значит, что нужно себя пугать, объясняет Тамраше, нужно бояться нарушить волю Всевышнего. Это единственное, чего нужно бояться, нарушить волю Всевышнего, потому что если ты нарушишь волю Всевышнего, будет какая-то отдача. Это как плевать против ветра, как писать против ветра. Это очень большая ошибка нарушать волю Всевышнего. И тогда счастлив человек, пугающий себя всегда этим, потому что он не согрешит, и у него будет все хорошо. Но если пришла Дагаба Левиш, если пришло беспокойство в сердце человека, то есть его накрывают мысли, он боится, какая-то депрессия, а что будет завтра, а что я буду кушать, а где я буду жить, а как я заработаю, а как я себя прокормлю, а как я там в старости буду жить, а как то, а как это. Если такая Дага пришла тебе в сердце, или там он волнуется, кто на выборах победит, то есть это то, что в принципе ты никак на это не влияешь. Убрать ее. Как ее убрать? Значит, убрать ее, выдавартов и самхена, хорошая вещь тебя порадует. Переключить внимание, переключить свои мысли на хорошую какую-то вещь. Раф Замиркоин, он советует переключаться на таблицу умножения. Он говорит, попробуй отвлечься, то есть начни считать, начни изучать. На меня очень хорошо действует изучение Торы. Я когда начинаю изучать Торы, то я сразу засыпаю. То есть вот приходит какое-то беспокойство, начинаешь учить Тору и сразу засыпаешься. Она очень отвлекает, усыпляет, успокаивает и переключает внимание и напоминает о том, напоминает о том, что даст Бог день, даст Бог пищу. Тот, кто полагается на Бога, милосердие будет его окружать. Поэтому, чего волноваться о завтрашнем дне, пускай Всевышний волнуется о завтрашнем дне, а я буду волноваться о том, чтобы у меня были хорошие отношения со Всевышним. И если вас вдруг овладевают плохие мысли, значит, читайте глава ЦАВ, отрывок, который звучит, значит, как он звучит, мы его уже прочитали. Все, читайте этот отрывок. Очень советую начать, вот кому, у кого есть время беспокоиться о завтрашнем дне, лучше начните учить иврит. Вот возьмите прямо и учите. Значит, пожалуйста, пять букв мы уже почти выучили. Нарисуйте их, запишите их, не теряйте время. Алиф, бет, диммл, далит, эй. Вот у вас уже есть пять букв, и вы уже минуту занимались связью со Всевышним, потому что Всевышний в этом мире проявляется через Тору, через слова Торы, через заповеди Торы. И человек не может заниматься одновременно двумя или тремя вещами. Он или беспокоится, или он занят чем-то. Или человек, он занят пустотой, или он выполняет заповеди и занимается полезным делом. Ты не можешь заниматься одновременно двумя вещами, ты не можешь одновременно думать о двух вещах. Поэтому, как сказал нам царь Давид, Сур мира, отодвинься от зла, Ваосе тоф, и делай добро. Все, отодвинься от зла, делай добро. Отодвинься от зла, делай добро. Опять же, вспомнил я сейчас стих на эту тему. Илья пытается активно уравновесить зло добром. Увидел, парни бьют мальчишку. Красиво рядом станцевал. Вот такое вот есть стихотворение смешное, Которое нам показывает, что если ты можешь помочь, помоги. Если ты можешь спасти этого мальчишку, спасай. Если ты не можешь, то тогда занимайся тем, что ты можешь делать. Молись Всевышнему, прости его, чтобы он спас всех людей. Как мы молимся, чтобы закончилась война. Прямо конкретно молимся, чтобы закончилась война. Чтобы во всем мире к власти пришли добрые, хорошие люди, которые действительно волнуют их счастья, ближних. Которых волнует не своя жажда власти, не своя какая-то личная выгода, не свое эго. Чтобы к власти пришли люди, которые действительно искренне хотят сделать добро народу, добро людям. И знают, что это добро. Потому что, если каждый будет решать, что такое добро, как в Израиле, да, власть захватил какой-то высший суд, который назвал себя богатцей-то. Как-то они себя назвали бей-дин, бей-ня-ней, по высоким каким-то иньянам, да. И они говорят, это хорошо, это плохо. А кто вы? Откуда вы взялись? Нас назначили. Кто назначил? Другие судьи. А судьи кто назначил? Они сами себя назначили. А как же вы можете решать за всех людей? По какой системе вы работаете? Да, какие у вас, что такое добро, что такое зло, что хорошо, что нехорошо, что такое справедливость? Каждый человек, если будет решать, что такое справедливость, то нет справедливости. Есть субъективная тогда справедливость. Поэтому власть должна принадлежать людям, которые, власть должна принадлежать или народу, да, то есть, как Авраам Линкольн когда-то говорил, что, он так красиво как-то сказал Авраам Линкольн, что, не помню сейчас как он сказал, но было очень вот что, типа, он про себя говорил, он президент США, что я служу народу. Все, для меня, не я управляю народом, а я служу народу. И это тогда демократическая власть или власть выборная, кого выбрали. И власть должна быть, и должен быть суд справедливый, но по законам, которые справедливые. И второе, это есть стора, Бог установил, что такое добро, что такое зло, и это нельзя менять. Бог, он сотворил мир, он хозяин мира, поэтому он установил, что такое добро, что такое зло, и мы изучаем сейчас, что такое добро, что такое зло. Все, дорогие друзья, удачи, успехов Напишите свои выводы из сегодняшнего урока Что вы для себя поняли, осознали Какие у вас были инсайты Что нового вы узнали из Торы Это именно, когда мы изучаем Тору Мы соприкасаемся со Всевышним Это очень важно И может быть для вас какие-то инсайты, озарения Что-то вам открылось Напишите, пожалуйста, в комментариях Поделитесь с другими участниками уроков Поделитесь уроком со своими комментариями к этому уроку Со своими инсайтами Что он вам дал, чему он вас привел То есть вот этот Божественный Свет нужно распространять Тогда вокруг будет добро, счастье, свет И отодвинься от зла, делай добро Все, удачи, успехов Хорошего дня Пусть Всевышний услышит ваши молитвы И выполнит их для вашего блага До завтра До завтра Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok